Впервые за годы работы мне удалось примерить амуницию пожарного, но сделала я это не просто, из любопытства вместе с другими СМИ наша съемочная группа будет проходить квест от МТС. Со мной в квесте принимают участие корреспонденты телеканала 360 и подмосковного Радио 1. Спасатели подготовили испытания, которые сами проходят практически каждый день. Обещают, что будет сложно. Данный аппарат позволяет работать в дыму порядка 40 минут. За эти 40 минут мы можем найти пострадавшего, подключить его к себе, воздух делится на два, соответственно, потому что мы с пострадавшим дышим, и вывести его на воздух. После чего баллон меняется и мы идем снова дальше работать, либо тушить пожар, либо искать пострадавшего. По сигналу от наших инструкторов мы бежим на пожар. Запрыгиваем в машину мне приходится держать каску руками, иначе она просто закрывает все лицо. Все-таки каска рассчитана на мужчину, большого и крепкого. Девушек на службу в МЧС берут, но тушить пожар и спасать людей на месте им не положено. И я поняла почему. Самым сложным испытанием стала теплодымокамера. В теплодымокамере темно, тесно, шумно и жарко. Плюс тяжелая форма и 14-килограммовый баллон с воздухом. Все это в тяжелых условиях спасатель тащит на себе. Это полное погружение в реальность. Работа действительно героическая. Здесь спасатели тренируются в максимально приближенных условиях к реальности. Крики пострадавших, дым, высокая температура, все как на пожаре. Правда, нам установили около 45 градусов, когда на месте бывает 300 и больше. Когда ты там, ощущение, что ты же спасатель, тебе не должно быть страшно. Нужно страха отвезти назад и идти только вперед, искать пострадавшего, найти его и выйти с ним. Работа очень сложная, неподъемная, но у наших спасателей получается. День выдался интересный и сложный. Эмоций и новой информации очень много. Проходили мы этот квест около 4 часов. Сразу после разболелась голова и появилась боль в мышцах. А пожарные спасатели испытывают это и не только ежедневно. Работают здесь действительно народные герои. И только по зову сердца.